Норильские геологи С водой мы встречаемся на каждом шагу. Мы так привыкли видеть ее послушной, комнатной, милой, готовой по нашему желанию принять любые формы, что как-то не задумываемся над фактом, известным каждому школьнику. Замерзая, вода легко рвет чугунное ядро. Как поберечь водоводы от аварий? Можно утеплять трубы, можно подогревать воду, но все это ненадежно. Только устройство, которое изобрел в Норильске кандидат технических наук Лютов, только это устройство полностью предохраняет водоводы Крайнего Севера от замерзания. Устройство против мороза приводит в действие мороз. Оно поэтому включается автоматически, не требует ни источника энергии, ни специального обслуживания. Патенты на это изобретение получены Канадой, США, Швецией, Норвегией. Везде, где человек, борясь с суровой природой, вынужден защищать воду как самого себя. Хоть таймурская тундра и пропитана водой насквозь, хоть на ее поверхности тоже вода, миллионы кубометров, и все-таки воды не хватает. Сотни километров водоводов в тундре обеспечивают нормальную жизнь заполярного Норильска и нормальную работу предприятий Норильского горно-металлургического комбината. Зимой, когда реки промерзают на глубину до двух-трех метров, а озера еще глубже, случается, что возникает опасность остаться вообще без воды, а следовательно без тепла и света. Однажды река Норилка промерзла чуть не до дна. Гидрологи мерили каждый час. Уровень воды неумолимо падал, но не падало ее потребление. Потребление воды оставалось по-прежнему высоким на уровне самых водообильных городов. Это был год малой воды. Лето выдалось сухое, жаркое. Осень наступила рано. Снега почти не было, а что было, сдувал ветер. И всю зиму держались морозы, крепкие даже для этих мест. Словами не наполнить котлы теплоэлектроцентрали, которые питают энергией подземные рудники. Огромные флотационные машины, обогатительные фабрики, металлургические заводы. Весь этот гигантский синхронно отлаженный механизм. Технологическую цепочку горно-металлургического комбината. Каждое звено этой цепочки нуждается в воде так же остро, как и самая теплоэлектроцентраль. Службы Норильского комбината разработали и подготовили к исполнению несколько вариантов сохранения воды. Теоретически, все они одинаково надежны. А как будет на практике? Сегодня инженеры приняли на себя огромную ответственность. Сегодня они не имеют права на неточность. Как, впрочем, никогда не имели такого права на таймы. В числе тех, кто принял участие в борьбе против мороза, был и Анатолий Васильевич Лютов, автор уже известного изобретения. Кандидат технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР, он более четверти века работает в Норильске и все это время защищает воду от мороза, изобретает самые неожиданные барьеры на пути ее превращения в лед. Лед на севере – это всегда опасный и жестокий противник. Такие люди не могли не победить. А в результате этой победы была не только ликвидирована на будущее опасность перемерзания реки, но и появились новые изобретения. Директивы 24-го съезда КПСС предусматривают новое значительное повышение производства цветных металлов на Норильском горнометаллургическом комбинате. А это значит, что очень скоро Норильску потребуется воды вдвое больше, чем сегодня. Каждый последующий год должен стать теперь годом большой воды. Но морозы не станут слабее ни в нынешнюю, ни в последующую пятилетки. Вот почему норильские геологи, открывшие на таймырь медь, никель, кобальт, платиновые металлы, природный газ, уголь, теперь ищут воду. Они ищут воду не на поверхности, а под землей, среди вечной мерзлоты. Спутник Норильска поселок Толнах уже получил эту воду. Впервые в мире на такой широте заработали артезианские скважины. А геологи находят под землей новые и новые водоемы, подземные реки и озера, которым не страшен мороз. Над проблемами, связанными с водой, по-прежнему работает и Анатолий Васильевич Лютов. Он творит на острие наступление человека на север, и по мере того, как развивается это наступление, возрастает и ценность его творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин